добрый день друзья сегодня будем готовить пирожки с луком и яйцом на кефире взяла чашку кефира он с холодильника сейчас подогрею до теплого в микроволновке кефирчик должен быть теплой температуры в мисочку вливаю теплый кефир сразу добавляю чайную ложку с горкой соды чайную ложку вровень даже меньше соли так хорошо пошла реакция и добавлю столовую ложку растительного масла теперь буду всыпать понемножку муку и замешивать мягкое тесто муку всыпаю понемножку вначале вымешиваю тесто ложкой потом досыпаю еще понемножку муку буду вымешивать тесто руками тесто получилось вот такое вот мягкое не скажу что оно не липнет к рукам немножечко липнет тесто вот до сих пор теплая кефир я очень-очень хорошо подогрела почти до горячего тесто прикрою тарелочкой оно у меня постоит пока я приготовлю начинку для начинки у меня маленький пучочек зеленого лука и отварила 4 яйца сейчас их почищу и нарежу небольшим кубиком нарезала яйца и зеленый лучок сейчас лучок добавляю в тарелочку к яйцам в начинку добавляю капельку соли примерно четверть чайной ложки нет еще чуть-чуть вот так и черный молотый перчик капельку перемешиваю начинку все начинка вареное яйцо и зеленый лук готово стул немножко прикыляю мукой и сейчас выложу сюда тесто тесто раскопаю в колбаску и разрежу на небольшие кусочки тесто очень пушистое мягкое нежное хоть и не дрожжевое но очень хорошо подошло из каждого кусочка теста делаю кругленькую лепешечку толщиной примерно миллиметров пять вот такие получились лепешечки и сейчас на середину каждой лепешечки выкладываю начинку все начиночку разделяем между всеми лепешечками вот так распределила начинку на все лепешечки как раз схватила на эту норму тесто 4 есть яйца и маленький пучок лука теперь формируем пирожочки формируем пирожочки залепляем краешки или формируете пирожки как вы любите делаем пирожочек таким вот плоским тесто это очень хорошая я из него еще готовлю хачапури с курицей с сыром и грибами тесто шикарное там я жарю правда без масла на сковороде на сухой здесь буду жарить с добавлением на растительном масле все так формируем все пирожочки раскалила сковороду наливаю растительное масло не очень много как вот допустим на оладье и выкладываю пирожочки жарю на среднем огне с первой стороны пирожочки подрумянились с одной стороны и быстренько переворачиваем их на вторую сторону прикрываю крышечкой убираю вас до среднего и жарю пирожки до готовности буду ориентироваться по второй стороне тоже до румяного цвета готовые пирожочки перекладываем в кастрюльку накрываем крышечкой как они будут стоять пока пожарятся все пирожки мама дорогая так у нас весело так два пять четыре поджарились все пирожочки пирожочки румяненькие готовые пирожочки доходят в кастрюльке пирожочки простояли минут пять уже стали не такие горячие можно их уже пробовать нет такие еще горячие кипяток вот такие красивые пирожочки получились нежные мягкие румяные и очень-очень вкусные тесто нежная начиночка супер пробуйте готовьте приятного всем аппетита пока пока